Владельцы автосервиса, кафе и мойки были явно не готовы к визиту такого количества гостей. Придорожный комплекс по адресу Юдина, 55, уже не раз получал предписание об устранении нарушений. На этот раз так просто отделаться не получилось. Комплексная проверка сотрудников администрации района и поселения, областного министерства экологии, ФМС, УВД, Госадомтехнадзора, отдела по контролю за рекламой отработала проблемный объект, что называется, по полной. Первое, что бросилось в глаза – огромное количество разномастных рекламных баннеров, развешанных по забору. Конечно же, никаких разрешений на внешнюю рекламу у владельца не оказалось. Демонтаж незаконных информационных конструкций проводился по этому адресу совсем недавно, но это не помешало бизнесменам вернуть растяжки на свои места. На демонтаж баннеров у сотрудников МБУ Жаворонковская уходят считанные минуты, а в это время экологическая служба делает смывы на автомойке. Вполне возможно, что она работает с нарушениями экологических норм. Многие помещения в этом комплексе приспособлены для постоянного проживания граждан из ближнего зарубежья. Даже вагончик на входе приютил несколько человек. Ну, я здесь работаю. И круглые сутки живете здесь? Ну, я убираю, живу и работаю. И едите здесь? Спите, да? Ну, я здесь сплю. Гостям из силовых структур здесь явно не рады. У многих из проживающих отсутствуют медицинские книжки и патенты на работу. На автомойке «Некст» размещение баннеров тоже незаконно. Представитель владельцев лишь неопределенно пожимает плечами, но обещает в будущем согласовать все в соответствующих инстанциях. Про существование закона о размещении информационных конструкций он, видимо, и не догадывался. Полчаса работы, и автомойка приобретает вполне пристойный вид. А вот объекту придорожной торговли «Дачник» для наведения порядка придется потратить не одну неделю. Территория за фасадом и прилегающий лес давно стали свалкой. Даже собака стыдливо обходит кучи мусора и лужи с отработанным маслом. Правда, по утверждению владельцев, вина за это лежит на жителях деревни, а не на торговцах и сотрудниках шиномонтажа, проживающих тут же в бытовке. Как и на первом объекте, патенты на работу у них отсутствуют. Всего по итогам рейда на трех точках выявлено 15 иностранных граждан, в отношении которых были составлены протоколы. На каждом объекте владельцам выданы предписания и наложены административные штрафы. Около 50 незаконных рекламных счетов и конструкций демонтированы сотрудниками муниципальных служб. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».